Итак, сегодняшнее наше занятие будет посвящено тому, что мы будем учиться с вами выполнять примерку. Многие из вас посмотрели видео и сделали это все так, как положено. Ну, а многие, конечно, у многих это... для них это было откровением, видимо, каким-то, и что-то пошло не так. Поэтому давайте, пока мы ждем людей, которые соберутся у нас, да? Да, сегодня вот нас уже 20 человек смотрит, 26 человек смотрит, подключились, да? Я приготовила для вас наспех, конечно, следующее. Вот как бы наша женщина. Нет у меня, к сожалению, я только приехала никого из учеников. Я не могу позвать, чтобы показать вам какие-то вещи, конечно же, на человеке. Поэтому давайте все-таки обойдемся тем, что у нас есть сегодня. Будем показывать на нашем манекене, которого зовут Аня. Я прибежала на работу, быстренько измерила этот манекен и раскроила вот такую вот базовую конструкцию. Есть у меня еще и рукавчик. Пожалуйста, вот он, рукавчик есть. Есть вот такой вот манекен. Тоже наспех. Значит, давайте, как мы выполняем примерку? Мы надели это изделие на человека. Здесь у вас будет разрез, потому что нужно, чтобы голова прошла. Я не стала делать разрезы, потому что мне трудно одеть было, да? Я сделала здесь со швом по спинке. И сейчас я этот шов просто заколола, мы не будем на него обращать, так сказать, никакого внимания. Мне нужно показать на нем ваши основные ошибки, какие были допущены. Что мы делаем вначале, когда мы надеваем свое изделие на человека, на себя и так далее? Смотрите, вот эту выточку поправила припуски к центру, отогнула, чтобы вот это ребро смотрело от меня, от центра. Вот сюда, вбок. И тогда вы его меньше замечаете. То же самое сделала вот с этим вы. Тоже отогнула припуски к центру, чтобы смотрела ребро в сторону, тогда тень падает нормально. И мы видим, мы меньше это все примечаем. Теперь я расправила плечевой шов. По плечевому шву, так, как показать-то? Вот так показать. Припуски у меня идут на полочку. Вот сюда отогнула. Вот эту выточку я их, конечно, прострочила на маршинке, потому что я не успевала сметывать все это вручную. Этот припуск, маленькая выточка по спинке, да, плечевая, я тоже отогнула к центру, чтобы ребро смотрело вбок. Это то же самое. Это то же самое. Давайте посмотрим вот на эти выточки. Как попало они у меня сидят. Вот эта выточка у меня отогнута к центру, а вот эта от него. Поэтому я беру и вот эту выточку тоже вот так вот к центру отгибаю. То есть припуски расправила. Но этот припуск, само собой, про него не говорим. Смотрим сюда. Смотрите. Низ я заметала. Давайте вот так вот. Вот так вот низ нам видно, да? Низ я заметала, отогнула его на полочку, вот этот припуск. А здесь он у меня отогнут на спинку. Много у многих из вас такая картина. Так вот так нужно сделать. Отогните на полочку весь целиком вот этот припуск. Отгибаем на полочку. Вот сейчас я его отогнула на полочку. Расправила хорошо. И у меня, видите, какая, как в общем-то он лежит. То же самое надо сделать с этим. Здесь тоже он перекрутился. Когда припуски перекручиваются внутри, у вас вот такой вот восьмеркой, да? Вверху в одну сторону, внизу в другую. У вас съедается талия. То есть у вас уже идет некорректно все. Не показывается. Запитала вот здесь отогнула и сюда. Ну и вот эти талиевые выточки, конечно, обе, они у меня припусками лежат вперед. Так, что у нас по времени? По времени у нас 10 часов 1 минута. И мы начинаем, так сказать, официальную часть нашего сегодняшнего занятия. Ну, смотрите, первое, что мне хочется сказать. Мне хочется сказать, что по большому счету вы все работу по макету, по проверке того, какая базовая выкройка у вас получилась, сделали на четверку. Все сделали на четверку. Кто-то сделал на пятерку. Но таких очень мало, конечно, да? Сделали хорошо. И, наверное, вы сами, я не буду лукавить, многие были и удивлены тем, что на наши особенные фигурки, нестандартные фигурки, все, в принципе, по большому счету село хорошо. Все ведь у нас очень мало с вами условно-типовых фигур. И как ни странно, именно вот с некоторыми из них у нас возникли какие-то непонятные, непонятливые отношения. То есть меня почему-то не понимают. Такое видео, что такое чувство, что или не досмотрели это видео до конца, ну или я даже не знаю, чем это объяснить. Я говорю по-русски, но как будто я говорю на иностранном языке. У меня, конечно, это таких крайне-крайне мало, но это меня сильно обижает, огорчает, вернее, не обижает, а огорчает. Огорчает, но будем все равно выходить из положения, будем понимать друг друга и будем договариваться. Я в дороге, если интернет не подведет, буду смотреть, иначе придет смотреть записи. Ничего. Обязательно смотрите, конечно, все, как и что получаться будет, у кого как. Так, поэтому, девочки, возвращаясь еще раз к тому, что я хотела сказать. Макеты, по большому счету, у всех сделаны хорошо. Вы обращали внимание, что в районе бокового шва у вас нет косых заломов. А косые заломы – это брак в работе. То есть у вас баланс определен при снятии мерочек правильно, осанка определена правильно. А вот где-то выкройку сделать поуже, на каких-то участках сделать ее пошире – это уже, так сказать, рабочие моменты, которые будут возникать постоянно. И вы не должны этого пугаться, потому что это будет зависеть от того, насколько точно вы угадали и выбрали прибавки, которые работают в вашем этом изделии. Вот я наспех делала это все. Я сейчас вернусь вот к этому макету. И мы посмотрим кое-какие инструменты, которые вы не применяли почему-то у себя, но о которых я рассказывала вам, в общем-то, в практических своих занятиях. Как поставить, как убрать лишнюю ткань, как поставить иголочки на ребро, как надо крестиками зачеркнуть те участки, которые нужно выпустить. Вот это посмотрим здесь чуть-чуть. И самое главное, что мне хочется, чтобы сегодня все увидели, это еще раз рассказать, как нужно работать с проймой. Эфир у нас будет этот повторяться. То есть я не буду, видимо, вот это все рассказывать, но ваши работы, вы не все успели все это сделать, да. Какие-то работы мы будем смотреть еще через недельку в следующий раз. Поэтому, пожалуйста, сейчас посмотрим вот то, что я буду рассказывать все. Постараемся еще разочек вот это выполнить так, как нужно. И пойдем потом дальше. То есть я наши макеты с вами шлифую. Шлифую. То есть я хочу, чтобы они были выполнены на 5 с плюсом. А это имеет, ну, понимаете, а это, конечно, требует дополнительных каких-то усилий с моей стороны, с вашей стороны. Можете считать, что я какая-то придирчивая, но тем не менее я хочу, чтобы у вас просто все всегда было безупречно. Так как безупречно бывает это, ну, не всегда безупречно, жизнь есть жизнь. Но так как зачастую все-таки бывает это у меня, чтобы вы минимум времени тратили в дальнейшем на работу со своим изделием. Никогда с этой базой, с этой выкройкой не мучились. Итак, смотрите, цель нашей работы была проверить, насколько тот макет, который мы построили, будет для вас безупречным. И, в общем-то, по прибавкам все было хорошо, по форме все было хорошо. Характерная ошибка для многих – не заметан низ. Посмотрите, я заметывала низ, я вам уже показывала. Вот еще разочек я покажу. Хоть мне тяжело было, я торопилась, я все равно его заметала. Теперь мы разговариваем про наш швы. Зачем нам это нужно? Когда мы заметываем низ, это не какой-то каприз с моей стороны. Мы раскрываем форму своего изделия. Если оно у нас было расширенное к низу, значит, оно и станет расширенным к низу. Если оно было зауженным к низу, она покажет эту форму, форма, зауженная к низу. Потому что если припуски внизу у вас вот так вот не заметаны, у вас боковые швы, рельефы у многих, они западают. Западают и не показывают, не раскрывают нам форму нашего изделия. А форма изделия – это самое главное, что мы должны проверить с вами на примерке. Понимаете, форма изделия. И чтобы это произошло, нужно обязательно заметывать низ изделия. Широкими вот такими стежками, как здесь у меня, но обязательно заметать. Пусть неровно, не надо рисовать для этого никаких линий. Вот эта ниточка по низу, она будет жить ровно столько, сколько вы делаете примерку. После примерки вы сразу ее уберете. Ну, пожалуйста, заметывайте. Дальше. Значит, что еще? Теперь мы смотрим на степень прилегания изделия по фигурке. У кого-то очень часто, мне хочется сегодня это показать здесь, да, мы работали со спинкой. Как я уже вас и предупреждала, и говорила вам, что выточки по спинке – это единственное, что зачастую правится на наших выкройках. Почему? Потому что у всех у нас по спинке есть вот такой прогиб. Видите, вот такой вот прогиб. Так вот, у кого-то этот прогиб здесь, у кого-то он вот здесь, ниже талии, а у кого-то он выше талии. И таких, у кого выше талии, у нас было несколько человек. Так что надо сделать в этом случае? Понятно, что вот эта выточка по спинке, которая у вас была, она нас не устраивает. Вот я сейчас сделаю картину, которую я видела у некоторых из вас. Смотрите, полочка зачастую у всех была хорошая. Даже у наших особенных фигур я смотрю на полочку, я понимаю, что никаких выточек вот здесь вот делать, править не нужно никому. Она гладкая, она хорошая, она на фотографиях хорошо у вас получалась. Со спинкой бывали проблемы, поэтому особое внимание сейчас уделяем спинке. Смотрите, что получилось у некоторых. Вот я сейчас буду утрировать эту ситуацию. Значит, наши выточки, вот эти, они как бы сели на бедра. Вот так вот, как бы я вот так вот, если подтяну, да. Вот здесь слабина, вот на этом месте, а вот здесь туго, натянута. Говорят, сели на бедра, что вам, и они длинные. Явно видно, что ягодички у вас повыше. То есть у вас уже здесь булочки, здесь уже выпуклость, а на выкройке нарисованы выточки. Что надо делать? Укорачиваем выточки. Кому-то писала на 3 сантиметра, кому-то на 5 сантиметров писала, да. Потом вот эта часть, которая у нас натянута, мы ее вот так зачеркиваем крестиками. Видно мои крестики? Чего не понимаю. Напишите, пожалуйста, видно этот фломастер или не видно вам? Я посильнее буду рисовать. Напишите, пожалуйста, в чате. Раз, вот так, вот так, вот так, вот так зачеркиваем. Видно, видно, мне не видно. Кому-то не видно, нет, не видно, но понятно. Да, именно так и село. Спинка была ослаблена. Мне на эти 3 сантиметра поднять на базе. Да, конечно. Вот смотрите, это мы ограничили. Еще разочек нашу выточку. Выточка была длинная. Ее надо сделать короче на 3 сантиметра. Так. Зачеркнуть тот участок, где натянулась. А вот тот участок, где у вас вот эта слабина на спинке, тут много лишней ткани, оно не соответствует вашей фигурке. Я сейчас не могу на этом показать, потому что тут все правильно. Но я вот так вот оттягиваю ткань на ребро. Смотрите. Оттягиваем ткань на ребро. Видите как? И закалываем вот эту лишнюю ткань. Вот таким вот образом. Это не я вам должна писать, что, пожалуйста, поднимите свою выточку выше. Это вы должны у себя были это разглядеть. Вы же не можете делать примерку без помощника спинки, правильно? Вот смотрите примерно, как это должно получиться. То есть вы закололи лишнюю ткань на ребро. Здесь надо выпустить, а здесь надо наоборот сделать выточку больше, глубже. Увеличить ее, то есть сместить вот этот акцент повыше. Вот такая история у нас была частенько, и мы никак не могли с ней разобраться. То есть вот сейчас на этом манекене я постаралась вам показать, как мы выпускаем, если у нас село, если у нас есть натяжение какое-то вот такое, да, и как мы забираем лишнюю ткань. Но все то же самое ведь может происходить и с боковым швом. И все то же самое может происходить с боковым швом. Вот так вот может быть лучше будет. Вот, например, смотрите. Вот боковой шов у меня выполнен овально. Выпукло. Выпукло, так сказать, да? А у фигуры здесь нет выпуклости. Значит, я что должна сделать? Я должна вот так оттянуть на ребро. Оттянула на ребро. Посмотрела степень прилегания, мне нравится, да? И заколола булавочкой. Ведь эти все наши изменения, они буквально в пределах сантиметра идут. Потом одну поставила посерединке. А вот здесь уже все хорошо. Здесь я, значит, ставлю буквально один миллиметрик. Это начало. И где-то внизу я ставлю тоже один миллиметрик, где будет конец. И у меня вот эти три булавочки наизнанке будут видны. Следующий этап в работе называется внесение изменений. Вы будете их видеть. И с помощью следов от этих булавочек будете, соответственно, поправлять вот этот шов. Вот так вот нужно было сделать. У кого-то из вас оказалось лишковато вот здесь в области груди. Значит, вы вот такие булавочки ставили вот сюда. И все, что вы там сделали, нужно было потом перевести на ваш макет. То есть те небольшие изменения, которые были, а их было крайне мало. У единиц буквально они были, все остальное было хорошо. Нужно было перенести на макет. Теперь, мои хорошие, это мы разобрались с тем, как мы проверяем объемы. То есть по горизонтали, что все у нас хорошо. Теперь самое трудное для вас это была пройма. Давайте поработаем вот с этой проймой. Итак, смотрите, мы всегда делаем плечико немножко шире, чем нам надо. А когда вы делаете примерку, вы определяете, уточняете эту ширину по месту. Например, я вот рисую ее вот так, например. Я вот сюда хочу, вот сюда пришить свой рукавчик. Не наклонить мне его, не наклонить. Как же вам показать? Ну, вот так вот я показала по плечевому шовчику, видите? Потом у вас, у нас, у всех есть верхний уголок подмышечной впадины. Вы вот так вот расправляете ткань вот здесь, чтобы тут в серединке было гладенько, да? И находите эту точку. Находите эту точку и рисуете на ней вот такую меточку. Ну, кто-то, конечно, должен вам помочь. И потом уже эту точку соединяете с предыдущей вот таким вот образом. Поворачивайтесь спинкой. Делайте то же самое на спинке. Спинку расправляете, чтобы вот здесь не было слабины влево и вправо. Нащупывайте у себя вот эту точку, верхний уголок подмышечной впадины. Через нее проходит у нас пройма. Ставите вот такую меточку. Меточку поставили. Теперь верхнюю часть аккуратненько соединяете с этой меточкой. И фотографируете мне вот такой вид. И вот такой вид фотографируете, чтобы я видела эту пройму. Чтобы я видела, как она у вас идет. Она должна чуть-чуть, либо вертикально в крайнем случае для полных людей быть, либо чуть-чуть она должна иметь вот такой трапециевидный вид, чтобы ваши бедра не казались очень широкими. Чтобы вы были стройными. А потом, когда вот это фото спереди, вот это должно быть фото вот такое сзади, можно просто вот эту часть сфотографировать так. А потом нужно приподнять вот так руку и аккуратненько посмотреть, не заламывается ли вот здесь у нас. Если у нас пройма с вами вырезана высоко, мы перестарались, то вот здесь будут вот такие вот складки. Вот в этой области, вот в этой области будут складки. Видите, какие складки, да? Потому что вот такие складки будут, потому что рука полная, она выталкивает эту пройму вниз, и вот эта часть у нас деформируется. Чтобы их убрать, вы понимаете, что вам надо проймочку пониже немножечко опустить. Пониже опустить. Приподняли ручку и вот так вот пониже опустили. А поднимать руку вот таким образом и фотографировать мне это место не нужно. Не нужно, мои хорошие, потому что вы, вот так поднимая руку, вы деформируете само изделие, и я ничего там не вижу и не понимаю. Мне нужно две фотографии спереди, сзади. Все. После того, как вы очертили вот эту пройму. Да, есть у нас еще и асимметричные фигурки. Несимметричные, по-другому можно сказать, да? И, конечно же, им нужно выправлять свое изделие. Выправлять с помощью подплечников. То плечо, которое пониже, надо ставить подплечник повыше. То плечо, которое повыше, надо ставить просто подплечник. Как работать с подплечниками? Вы, большинство из вас толкает туда какие-то, извините, подушки. Подушками я называю готовое подплечико. Вот у меня сейчас такая подушка. Она толстенькая и здесь, и вот здесь. Но у меня очень покатые плечи, я хочу расширить плечевой пояс. Вот видите, что бы я ни носила, даже трикотажное изделие, я всегда работаю над плечевым поясом. Потому что именно формирование плечевого пояса, оно и дает вам вот это вот ощущение элегантности, красоты, что ли, я не знаю, завершает ваш образ. То есть вот вы, многие мне пишите, когда мы выставляем мои вещи, я вам показываю свои вещи, вам они нравятся. Вы делаете мне какие-то комплименты и все такое прочее. Понимаете, почему? Ведь я ношу обычные вещи, даже самая базовая конструкция обычная. Ну, цвет, может быть, я себе как-то подбираю там по-особенному. Но не это главное. А главное то, что вы обратите внимание, во всех моих вещах есть вот такой вот четкий, сформированный плечевой пояс. У кого-то он от рождения такой, у кого-то он такой и есть, им ничего не надо делать. Но чаще всего, когда вот эта рука полная, и мы уже полные, у нас вот этой точки просто нет, она потерялась. У нас формируется вот такой вот овал. Вот такой вот овал шея, плечей практически нет, и пошла полная рука. Так вот, его надо заполнить, вот эту часть. Поэтому нужны подплечики. И подплечики не такие, как у меня сейчас. Готовое плечико покупайте и делайте, подрабатывайте его таким образом, как мы показываем вам в чате. Леночка выкладывала это. Как я работаю с подплечником? Я, к сожалению, не отпорола от своего пальто. Но сейчас не захватила, забыла в спешке. Хотела еще раз вам это показать. Ну, может быть, на следующий покажу. То есть плечико должно быть тоненьким вот в этой части и должно быть пухленьким в той части, на которой лежит у нас вот это вот изделие. Потом, те, кто ставит себе подплеченьки, вы должны их, краешек этого подплечика, ориентировать не на вот эту линию. По этой линии будет пришиваться у нас рукавчик, а вот на этот край. То есть вот сюда должны идти, нацеливаться. То есть вот эта линия, по которой пришивается рукавчик, да, плюс полтора сантиметра. И вот эти полтора сантиметра, они должны лежать на подплечнике. Как же мне это вам показать? Вот если ручка это подплечик, тогда вот так должно быть. Видите, вот так вот должно быть. А не вот так. Не вот так вот. Чтобы у вас припуск не сваливался с подплечика. Для того и существует вот эта плечика, чтобы припуски у вточных рукавчиков, вот сюда вот этот подплечик заводится, вот сюда заводится, да, чтобы эти припуски лежали и была вот такая вот красивая, вот такая вот была отвесная линия, чтобы не выпирала вот эта вот полная рука, чтобы не формировалась вот этого овала. Еще раз повторяю. Пожалуйста, если вы хотите выглядеть достойно, нашу достойность, цель нашу достигается, достигнуть можно только одним образом. Это сформировать четкий, красивый плечевой пояс. Не надо себе делать огромных плечей, но и не надо делать в этом месте какой-то овал. Так, хочется проверить направление плечевого шва. У меня странно. Да, тоже так бывает. Значит, как проверяем плечевой шов? Давайте вот сюда посмотрим. Вот видите, здесь он идет нормально, так сказать, да. Иногда направление плечевого шва влияют неправильно снятые мерки. Например, если вы вот эту мерочку от выступающей точки грудной железы до конечной точки плеча, она у нас называется высота плеча, косая переда. Если вы ее снимете больше на один сантиметр, у вас эта плечика будет откидываться назад. Понимаете? Тогда вы берете на выкрытие и рисуете вот такую линию. Вы его хотите перевести вперед. Видите? И ставите ниточку по этой линии. Когда вы будете вносить изменения, вы, соответственно, подработаете его. То есть у нас уменьшается таким образом мерка высота плеча, косая переда и увеличивается мерка высота плеча, косая по спинке. Вот эта мерочка увеличивается. Когда вы вот так вот шовчик правите. То есть да, он не должен заваливаться назад. Вот это частая ошибка. Ну, как ошибка? Это то, что... Это проверка макета, это проверка фигур. Ведь нет двух одинаковых фигур. Посмотрите, какие мы все не одинаковые. Поэтому это нормально. Мы изучаем свое тело и подстраиваемся под это тело, чтобы его украшать. Украшать. Ну и вот. Значит, давайте, что самое главное я хотела, чтобы вы увидели сегодня. Когда вы нарисовали свою пройму и все остальное подработали, мы работаем с рукавом. Берем рукавчик, находим вот эту птичку. Птичка – это правый рукав. Потом находим вот этот разрезик. Вот видите, такой разрезик, да? Это вершина. У меня припуск полтора сантиметра. Вот я эти полтора сантиметра загибаю. Вершинка у меня здесь. Одеваю. И прикалываю эту вершинку. Вот таким вот образом. Вот. Посмотрите, как приколола. Видите, как? К нарисованной линии. К нарисованной линии. Затем, самое главное, что такое лысая головка? Лысая головка, когда вы вот так вот подогнули, все натянули и прикололи вот сюда. Вот таким вот образом. Вот так. И рукавчик, смотрите, сразу оттопырился в сторону. Когда он заполнится рукой, у вас будет вот такой косой залом. Вам нельзя так делать. Что нужно сделать? По окату вточного рукава у нас всегда есть посадка. Поэтому вы берете, тот, кто вам помогает, отгибаете полтора сантиметра. И вот видите, здесь слабина. Устанавливаете, прикалываете рукавчик при опущенной руке. Кто-то должен вам помочь. Прикалываете рукавчик к нарисованной линии проймы. А вот здесь получилась слабина. Вы его как бы, вы ищете, вы ищете, вот эта посадка будет у нас, понимаете? Вы ищете на рукавчике правильное направление. То же самое делаем со стороны спинки. Также подгибаем полтора сантиметра. И также немножко его приподнимаем наверх. Вот это вот рукавчик. Вот это не лысая головка. А я ни у кого не видела здесь вот такой вот слабины. И прикалываем к нарисованной линии проймы. Ткань-то взяла, которая. Вот видите, и тут слабина, и тут слабина. Но зато у нас правильное направление рукавчика. Вот то есть направление рукава такое, что вот в этом месте, вот в этом месте нет заломов. Мы должны, прикалывая свой рукавчик к телу, мы должны убедиться, что его направление правильное. Что заломчиков никаких не будет. Он не превращается у нас рубашечный в какой-то рукав. Ну а после того, как вы прикололи, давайте мы на него посмотрим сбоку. Вот видите? Так. Ну вот если так вот посмотреть, даже сейчас. Обратите внимание, низ рукавчика, вот он, да? Вот это шовчик. И он большей своей частью идет вперед. Вот это его направление правильно. Но это вы когда на манекене меряете. А когда вы на себе, вы и так будете видеть, правильно у него направление или неправильно. Вот так вот он выглядит сзади у нас. Здесь понятно, что не информативно, потому что нет руки. И после этого мы вот так подгибаем рукавчик, насколько нам нужно. Опять же смотрим в зеркало на себя, договариваемся сами с собой и закалываем булавочками. Вот это положение. Так как он заполнен рукой, мне, как правило, одной булавочки достаточно для того, чтобы вот этот припуск там держался. Я вторую даже не делаю. Вот. Вот так мы должны подработать с проймой. Теперь у многих из вас, я видела, что вот здесь торчит ткань. Так вы должны были по основанию шеи. Вот если я опять утрирую, да? Так, не видно. Шейка полная, да? И вот эта ткань была как бы вот тут. Значит, вы по основанию шеи берете и рисуете себе вот эту линию, которую тоже нужно будет отразить потом в нашей базовой конструкции. По основанию шеи. Делайте это только на правой стороне. Да, еще какая была характерная ошибка. Кто-то вметывал рукава. Ну хорошо, вметались они у вас и вметались. Как исключение из правил, сегодня вам легче их метать, чем кого-то просить прикалывать вот эти вот булавочки сюда. Я все понимаю прекрасно, да? Пусть так будет. Но, когда вы вметали этот рукав, а этот не вметанный рукав, вы надели это изделие на себя, и у вас оно вот так вот сползает вот сюда. Потому что рукавчик перетягивает на правую сторону, на правую сторону свое изделие. И вы не обращаете на это внимания. И вы мне это фотографируете. А что я вижу? Я вижу, что плечо сползло вниз. Тут какие-то вот заломы появились ненужные. Понимаете? Поэтому что было нужно-то сделать? Обращайте на это внимание. Делать проверку своих вещей нужно только тогда, когда вы видите, что серединка у вас на месте. Что оно ни влево, ни вправо, никуда не сместилось. Все на вас сидит. Вот так вот нужно еще разочек одернуть вот это все вниз. Даже сейчас у меня на этом моем манекене и то какие-то изменения есть. То есть вы все поправили, вот так расправили, подтянули красиво. То одели. Тут у вас хэбэшные трусики. Это все застряло на трусиках. И, конечно, вверху будут вот такие вот какие-то складочки. Вот так вот так сделал. Вот они складки нормально. Так чтобы увидеть свой макет, вы себя вот так вот расправьте все. Вот так вот так одерните. Вот по-человечески. Чтобы тут гладко было, чтобы не застревало на вашем этом. Эффект трения нам не искажал форму. Вот. То есть надо нарисовать еще горловинку. С рукавом я тоже рассказала. То, что перекашивается, это тоже рассказала. Так последняя, последняя, завершая уже, да. После того, как прикололи вот так рукав, я хочу, чтобы вы мне сделали вот такой снимок. Вот. Так, ну вот так вот, чтобы я видела. То есть я должна видеть плечевой пояс и должна видеть рукав. Потом вот такой снимок, я вижу направление рукавчика на вас, да. И еще один снимок, вот такой снимок. Где я вижу, можно еще одну иголочку поставить, да, сюда. Но подмышкой прикалывать не нужно. Где я вижу вот эту часть сзади. Вот и все. Не надо руки никуда задирать, поднимать, как-то себя фотографировать. Это не информативно. Мне нужно видеть вот то, что я вам сказала. Такую фронтальную, что ли, вот такой. Вот этот снимок, вот этот снимок и вот этот снимок. Вот эту часть. Тогда я проверю ваш плечевой пояс, все ли вы сделали нормально. Вот и все, собственно говоря. Значит, какой итог? Подведем давайте итог. Еще раз повторяю. Ваши выкройки совершенно нормальные выкройки. Вы молодцы, вы хорошо поработали, очень много поработали. Вы нормальные выкройки себе построили. Но для вас оказалось очень трудным выполнить нормальную примерку, потому что на себе пройму рисовать непонятно, каким образом, да. Потому что помощник нужен. Ваши помощники не всегда вам могут помочь, да. И не всегда качественные фотографии у нас получаются, потому что, сами понимаете, почему. То темно, то вид сверху искажается, то вид снизу искажается. Я кое-как продираюсь через ваши гибри. Ну, как-то вроде продираюсь, по большому счету, все идет у нас нормально. Вот, собственно говоря, и все, что хотелось мне сейчас рассказать.